Человек-паук Человек-паука Маргл едва спасалась от банкротства, бразды правления компании оказались в руках Айка Перлмутера и Ави Арада, судебные тяжбы и прочие махинации. Все это откладывало возможность экранизации. И фильм предоставили на суд зрителей только в начале нулевых. И кто-то скажет, что эру супергероичных франшиз открыли Люди Икс, но на самом деле первые Люди Икс обладали средним успехом у публики. Однако Человек-паук был сверх популярен и буквально взорвал индустрию, которая отыскала новую дойную корову, а именно фильмы о супергероях. Приветствую, меня зовут Сокол и это ретроспектива на фильм Человек-паук 2002 года. Один из самых моих любимых фильмов о моем самом любимом супергерое. Но прежде чем мы окунемся в историю создания картины, это мой рюкзак от XD Design с защитой от карманников. Таких рюкзаков много, но этот мой. Мой рюкзак, мой лучший друг. Это моя жизнь. Цитируя фильм Стэнли Кубрика, сообщаю я вам. Честно, я буквально не вылезаю из этого рюкзака. Я таскаюсь с ним буквально везде. Оцените долговечность и износостойкость этого рюкзака. И вот XD Design выпустили новую модель под названием Flex Gym Bag. Эта модель имеет традиционную для рюкзаков XD Design защиту от карманников. Все молнии и карман у него скрыты. Карман на спине рюкзака имеет защиту от считывания. Вот здесь он находится. RFID защита. Туда можно положить кошелек с карточками и документы. Flex Gym Bag не просто рюкзак. Это сразу два рюкзака в одном. За пару секунд вы можете изменить его внешний вид и объем, превратив его из делового рюкзака в спортивный. Основное отделение имеет объем 16 литров. Однако в рюкзаке спрятано еще одно мягкое складное отделение на 8 литров объема для ваших вещей. Что касается меня, то мне этот объем будет крайне полезен. Например, при поездке на дачу или для выездной игры в D&D. Приятно, что я сюда могу засунуть не только ноут, но и сменную одежду. Но вы можете использовать это для всяких глупостей, ну типа похода в спортзал. Внутри есть отделение для ноутбука и множество карманов. Тут все эргономично и удобно. Как у большинства моделей XD Design, у Flex Gym Bag есть внешний USB порт для зарядки гаджетов. Теперь он удобно расположен на плечевом ремне. Ну а если не хочется брать с собой большой рюкзак, есть компактная сумка от XD Design. Модель называется Boxy Sling. 2,5 литра объем. Актуально для лета. Сумка подойдет как мужчинам, так и женщинам. Я ее юзаю уже месяц, и это чудо чудесное. У сумки два отделения. Основное с органайзером, чтобы легко найти нужную вещь. И задний карман на молнии для документов. Внутри, как и у многих рюкзаков XD Design, есть карабин для ключей. Дополнительно есть складной сетчатый карман для бутылки. И это невероятно удобно. Я протестировал. Под бутылочник сворачивается в боковой отсек и не занимает лишнего места, когда он не нужен. Носить сумку можно на плече, через плечо и на поясе. В комплекте идут два ремешка, стандартный, длинный и короткий, чтобы носить сумку на боку. Материал Boxy Sling водоотталкивающий. Для безопасного передвижения по вечерним улицам на лицевую сторону нанесены светоотражающие элементы. Все изделия XD Design сделаны из переработанных материалов, что говорит о том, что компания заботится о природе. Какой бы рюкзак или сумку вы не выбрали, покупать рекомендую у официального представителя XD Design в России в интернет-магазине xddesign.ru. По промокоду SOKOL в течение двух недель будет действовать дополнительная скидка 25% от цен на сайте. Переходите по ссылке под видео и выбирайте рюкзак для себя. Ну или в подарок. Питер! Да! Как ты там? Замечательно! Человек-паук 2002 года стал катализатором для последующего роста популярности фильмов о супергероях. Его успех показал, что такие фильмы могут быть не только коммерчески успешными, но и высококачественными с точки зрения сюжета и исполнения. Он также открыл двери для многих других фильмов и серий о супергероях, которые мы видим сегодня. Несмотря на то, что сам фильм был произведен студией Sony Pictures, его успех показал Marvel Studios, что фильмы о супергероях могут быть крайне успешными и популярными. Это в конечном итоге привело к созданию кинематографической вселенной Marvel, которая стала одной из самых прибыльных и узнаваемых франшиз в истории кино. Однако, с чего же все начиналось? 200 баксов за все. Это слишком мало. Продай кому-то другому. Человека-паука в 1962 году придумали Стэн Ли и Стив Дитко. Питера Паркера кусал радиоактивный паук, после чего тот превращался в удивительного Человека-паука. Он был первым супергероем, чья история сочетала фантастические приключения с проблемами подростка Гика, в том числе с девушками и хулиганами, а также с первоначальным нежеланием использовать свои силы в помощь другим. Все же помнят его Ориджин. Паркер довольно жестоко поплатился за свой эгоизм, пережив смерть дяди. Отсюда и знаменитый девиз «С большой силой приходит большая ответственность». Дети, которые читали комиксы, больше ассоциировали себя с Питером Паркером, чем с квадратным и неуязвимым Суперменом или трагической фигурой миллиардера, который по ночам переодевается в летучую мышь и избивает преступников. Стреляющий паутиной подросток с суперсилой и паучьим чутьем быстро стал самым популярным персонажем Марвел как в комиксах, так и в игрушках. Почти пять десятилетий спустя, в конце нулевых годов, на долю Человека-паука будет приходиться 62% от общей прибыли Марвел. Поместите объявление, платим за фотографию Человека-паука. Он не желает славы? Ну так я его обесславлю! Будь у Голливуда возможность, конечно, они бы взялись за паука намного раньше, но так сложилось, что права на паука в 1985 году у остро нуждающейся в деньгах компании Марвел выкупил некий Менахем Голлан, мастер халтурных фильмов категории «Б». Сделал он это всего за 225 тысяч долларов. Под руководством Голлана компания Canon потратила 2 миллиона долларов на разработку фильма о Человеке-пауке и в 1989 году провела пресс-конференцию на Каннском кинофестивале, где объявила о скором запуске картины в производство. Но Голлану так и не удалось собрать деньги на съемку. Зато он устроил настоящий хаос, распродав права по частям разным покупателям, что в последующем привело к судебным искам, встречным судебным искам, да еще и Марвел вмешивалась во все это со своим банкротством. Я не буду утомлять вас подробностями, но короче, из-за прав на паука судились аж 4 различных студии. Viacom, Carolco, Columbia, ну то есть Sony и MGM. Ну и Голлан тоже на всех подавал в суд. Где-то в этот промежуток, в начале 90-х, ныне закрытая студия Carolco согласилась заплатить Джеймсу Кэмерону, возможно, самому популярному тогда сценаристу-режиссеру Голливуда, у которого только что вышел «Терминатор 2. Судный день», 3 миллиона долларов за адаптацию Человека-паука. Он написал сценарную зарисовку на 47 страниц, вариацию на тему повествования и диалогов, и должен был превратить ее в 50-миллионный блокбастер, что примечательно в сценарии Кэмерона, который таки стал достоянием общественности, паучьи способности Питера Паркера были плотно связаны с пубертатом. Именно Кэмерон придумал то, что паутина у Паркера биологического происхождения и производится его телом. Кроме того, его версия была со взрослым рейтингом, там были ругательства и постельная сцена с Мэри Джейм. И эта версия включала таких злодеев, как Электро, Песочный человек и Доктор Осминог, роль которого предполагалось отдать Арнольду Шварценеггеру. Но из-за судебных тяжб и хаоса с правами, этому фильму не суждено было родиться на свет. Хотя Сони и обращались вновь к Кэмерону, когда права, наконец, были у них. Кэмерон отказал, поскольку перегорел. Он верил, что ты вырастешь хорошим человеком, что у тебя большое будущее, и ты оправдаешь его чаяния. В конце концов, компания Марвел спаслась от банкротства, объединившись с компанией по производству игрушек бизнесмена Айка Перлмутера. Компания называлась Тойбис. Во главе объединенной компании встал сам Айк Перлмутер, которому плевать было на комиксы, важны были лишь продажи электризированной продукции, и Ави Арат, который рассматривал Марвел как будущую киностудию. Но сейчас было не до этого. Необходимо было выгребать из ямы. Осознав ценность своих активов, руководство Марвел повысило стоимость прав и начала пытаться распродавать своих супергероев. Часть прав на Паука удалось вернуть. У Сони, правда, оставались права для DVD. Этим козырем Columbia slash Sony и воспользовались, уговорив продать права на Паука на своих условиях, чем впоследствии не будет доволен Перлмутер, постоянно клепая иски против Сони. Сони будет отчислять Марвел по 10 миллионов за фильм и 5% дохода с проката. Отдельным пунктом шло соглашение насчет мерчендайза. Сони продавала все, что было связано с картинами, а Марвел распоряжалась продуктами, касающимися классического образа героя. Все это с годами переделывалось неоднократно из-за постоянного недовольства Перлмутера. Но и контракт был сильно пересмотрен во времена триквела «Паучка» с Томом Холландом. Широко известен факт, что Сони предлагали купить вообще всех ныне известных супергероев, которые населяют киновселенную Марвел сейчас. Но Сони предпочли только Паука, что ныне считается крупнейшей ошибкой студии. Хотя задним умом рассуждать, конечно, легко. В 99-м году права наконец-то куплены, за работу над фильмом взялась Эми Паскаль. На тот момент председатель Columbia Pictures в студии, владельцами которой компания Сони является с 1989 года. Эми Паскаль хоть и не числится в рядах продюсеров, но как студийный босс именно она принимала многие решения по поводу производства фильма. Непосредственно же продюсировать картину стал Авиарат, генеральный директор и главный творческий сотрудник компании Марвел. Продажа прав на своих героев и продажа лицензированной продукции спасли Марвел от банкротства. Естественно, Авиарат хотел лично убедиться, что Паук в хороших руках, чтобы игрушки и дальше продавались. Кинокомпания Sony под руководством Паскаль никогда не славилась быстрым производством фильмов. Вот и на этот раз студии потребовалось более трех лет, чтобы вывести Человека-паука на большой экран. Попытавшись договориться с Дэвидом Финчером, который только что снял «Бойцовский клуб» и другими режиссерами, Паскаль в итоге выбрала Сэма Рэйми. Начав карьеру с культовой классической трилогии ужасов «Зловещие мертвецы», Рэйми стал уважаемым, но не особо успешным режиссером. Его голливудские фильмы «Быстрые и мертвые», «Ради любви к игре» и «Дар» были массовыми, но лидерами проката их не назовешь. Рэйми, кроме всего прочего, снимал еще и «Человека тьмы», фильм, который со скрипом, но можно было назвать супергероикой. На главную роль Рэйми при поддержке студии выбрал еще более далекого от звезд первой величины Тоби Магуайра, который играл чувствительных подростков в фильмах «Плязентвиль» и «Ледяной ветер». Изначально все же в его кандидатуре сомневались. На роль Паркера рассматривались многие – Джош Хартнетт, Хит Леджер, Джейк Джилленхолл и даже Леонардо Ди Каприо, который и посоветовал на эту роль своего друга детства Тоби Магуайра. И пробы последнего убедили Паскаль в том, что эту роль должен сыграть именно он. Дело в том, что Эми Паскаль, хоть и не была большой поклонницей комиксов, но полюбила Питера Паркера, по крайней мере по ее словам. Она правильно поняла, что хотя фильм о Человеке-пауке и нуждался в потрясающих визуальных эффектах, демонстрирующих, как главный герой раскачивается над Манхэттеном на паутине, настоящий успех должен крыться не в этом. Нужно было показать душераздирающую историю неуверенного подростка-неудачника, которого трагическая смерть дяди вдохновила стать героем. Рэйми, давний фанат комиксов, точно знал, как рассказать эту историю, а Магуайр идеально подходил на роль грустного подростка, тоскующего к тому же под девушкой, которую он может получить только, когда закроет свое лицо маской супергероя. То есть 26-летний Магуайр в образе подростка. Ну, в Голливуде в те годы, да и сейчас это обычное дело. Взяв за основу лишь несколько элементов из приобретенных на работах сценария, которые во времена судебных тяжб ковыряли многие, в том числе взяв и заготовки Джеймса Кэмерона, Сони наняла сценариста Дэвида Кэпа, который собаку съел на создании истории для больших фильмов-блокбастеров с кучей спецэффектов. Кэп работал над несколькими парками юрского периода и над невыполнимой миссией. Паук должен был стать фильмом-событием, где визуальным эффектам уделялось много внимания. Сценарий дорабатывали еще двое сценаристов, но позже они добровольно отказались от упоминания в титрах в пользу Кэпа. Отказался от этого и Джеймс Кэмерон. От его сценария в фильме осталась только органическая паутина. Сценарий специально создавался под Сэма Рэйми, который захотел видеть в фильме «Зеленого гоблина» в качестве злодея. «Зеленый гоблин» Норман Осборн был отцом лучшего друга Питера Паркера Гэри Осборна. Рэйми, помимо всего прочего, хотел добавить в фильм проблему взаимоотношений отцов и детей. Именно поэтому выбор пал на гоблина. Гоблином могли также стать многие артисты. Рассматривались Николас Кейдж, Кристофер Уокин, Джон Малкович и Джон Траволта. Но Уильям Дефо, прочитав сценарий, решил добиваться этой роли во что бы то ни стало. В интервью для Vanity Fair Дефо рассказал, что пробы на роль состоялись в его гостиничном номере, когда он работал над другим фильмом в Испании. Надо ли говорить, что его интерпретация «Зеленого гоблина» всем пришлась по вкусу? К тому же, остальные звездные актеры предпочли отказаться. Да и Дефо друзья и знакомые отговаривали от роли, так как съемки в кинокомиксе, ну это не серьезно. Но Дефо было любопытно, ведь фильмы по комиксам в те годы были в новинку. Он поставил условие, что трюки он попытается исполнить сам. И действительно, процентов 90 своих трюков он делал сам. Ну то есть, даже в костюме это всегда был Уильям Дефо. Во время съемок Дефо настаивал на ношении неудобного костюма, так как чувствовал, что каскадерну просто не сможет передать необходимый язык тела персонажа. А ты плюнул мне в лесу! Итак, съемки фильма проходили в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке с января по июнь 2001 года. На роль возлюбленной Паркера Мэри Джейн Уотсон была взята Кирстен Данс. На роль лучшего друга Гэри Озборна был нанят Джеймс Франка, который тоже изначально пробовался на роль Питера Паркера. К съемкам начали готовиться задолго до окончания работы над сценарием. Дело в том, что в кадре не какой-то выдуманный Готэм или Метрополис, а самый настоящий Нью-Йорк. Каждую сцену на фоне знаменитых достопримечательностей приходилось согласовывать с властями города. Местные жители и туристы могли наблюдать за съемочным процессом на улицах города, что добавило фильму аутентичности. Киношникам многое, конечно, не позволялось. Выходило так, что планы зданий иногда снимались в Нью-Йорке, а уже внутренности в Лос-Анджелесе. Сэм Рэйми хотел создать на экране преувеличенно-сказочный, выдуманный Нью-Йорк. Поэтому многие кадры тут как с открытки. Весь фильм очень яркий, а многие места намеренно приукрашались. Рэйми создавал именно кинокомикс, более идиллическую версию реальности. Тут чище и приятней, тут продвинутая наука, граничащая с магией, тут школьники выглядят на 30, тут местный задрот-ботаник дружит с местным мажором, которого привозят на школьную экскурсию на Роллс-Ройсе. Моды на приземленность и реалистичность еще и в помине не было, поэтому фильм выглядит настолько сказочным, насколько это возможно. Самым дорогим стал эпизод на Тайм-сквер, когда паук впервые сражается с зеленым гоблином. В съемочной группе позволили снять только установочные кадры. Большую часть этой сцены приходилось снимать в павильонах и на открытых съемочных площадках в Лос-Анджелесе, где была выстроена большая декорация здания, и были спроектированы механизмы падающих шаров. Во время этого строительства, к сожалению, погиб рабочий. Sony заплатила штраф за нарушение техники безопасности и как-то быстро эту трагедию замяли. Совмещать Нью-Йорк и съемки в павильонах, вписывать гоблина и паука приходилось уже на постпродакшене. И эта сцена на Тайм-сквер также едва не стоила судебного иска, поскольку рекламные экраны были заменены на другие. И компании были недовольны тем, что их постоянные рекламные места, которые они выкупают на год, на пять лет и так далее, тут отданы кому-то другому. Неизвестно, как Sony это уладила, но до суда так и не дошло. Другой проблемой, связанной с Нью-Йорком, стали трагические события 11 сентября 2001 года, когда в результате террористической атаки были уничтожены башни-близнецы Всемирного торгового центра. После трагедии были в спешном порядке изъяты трейлеры, где есть те самые башни. Одна из сцен предполагала, что вертолет бандитов застрянет в паутине, как раз между этими башнями. И, по неточной информации, из-за этого пришлось также пожертвовать несколькими эпизодами становления Человека-паука. Также после терактов в США 11 сентября 2001 года, Sony изъяла рекламные плакаты, на которых было изображено лицо Человека-паука с Нью-Йоркским пейзажем, включая, в частности, башни Всемирного торгового центра, отраженными в его линзах. Однако не все плакаты были найдены, и те, до которых студия не добралась, теперь являются предметом коллекционирования. Amalgamated Dynamics занималась созданием первоначального головного убора «Зеленого гоблина», который задумывался как аниматронная маска. Дизайн маски больше походил на версию из первоисточника, из комикса, в отличие от утвержденного варианта, и позволял носителю передать полный спектр эмоций. Тем не менее, создатели отказались от маски еще до выбора актера на роль гоблина, поскольку аниматронная маска показалась слишком жуткой представителем Sony и требовала больших технических затрат. Она была сложна в управлении, вместо нее был изобретен статичный шлем. По мнению Defoe, это было к лучшему. Создатели фильма, мол, намеревались придать персонажу более пугающий, нежели нелепый вид, что привело к появлению передовой брони «Оскорб». В то же время аниматронная маска в стиле «Хэллоуина» актеру показалась глупой. Кроме того, Defoe хотел более гибкий костюм, чтобы у него была возможность сесть на шпагат, и аниматронная маска ему явно бы мешала в этом. Первоначально у него был более бронированный вариант костюма, но по просьбе Defoe от него отказались. В итоге получился костюм, состоящий из 580 деталей. Чтобы его надеть, требовалось полчаса. И оцените иронию. Сегодня принято критиковать глупый костюм Гоблина тех времен, который был похож больше на костюм какого-то Пауэррейнджера. Да и в год выхода тоже ему доставалось от критиков. И когда интернет увидел неиспользованную аниматронную маску, то все буквально офигели от ее крутости. Но во время съемок именно эту маску посчитали глупой, а не вот эту. Сердце, Осбор! Сначала мы нанесем ему удар в сердце! Сцены с полетами на паутине были революционными для своего времени и требовали использования сложных компьютерных эффектов и тросовых систем. Некоторые сцены снимались с участием каскадеров, выполняющих полеты на реальных тросах. Тоби Магуайр прошел интенсивную физическую подготовку для роли Питера Паркера, включая тренировки по боевым искусствам и йоги, чтобы улучшить свою гибкость и физическую форму. Он также старался по возможности исполнять свои трюки самостоятельно. Например, в финальной схватке с Гоблином в кадре самый настоящий Кирстон Данст и Тоби Магуайр, висящий на тросах. Костюм Паука был изготовлен цельный, со снимаемой маской и с неснимаемой. Под маской лицо актера охватывала твердая оболочка, предназначенная для придания голове лучшей формы в кадре, а также более плотного прилегания к лицу и сохранения ощущения комфорта. Также под тканью костюма были спрятаны рельефные прокладки, которые делали актера еще более мускулистым. Только в едином монолитном костюме совсем не предусмотрена была возможность быстро его снять, чтобы банально пописать. Уже во время съемок это исправили, добавив специальную снимаемую деталь в области паха. Видимо, она и натирала, да. Питер! Это ты? Несмотря на то, что костюм Человека-паука из фильма во многом основывался на образе из комиксов, было разработано множество его версий. Но в итоге в фильме использовали костюм, который наиболее был приближен комиксной вариации. Самих костюмов для съемок создали довольно немного, из-за их дороговизны. Стоимость одного костюма доходила до 100 тысяч долларов. Интересно, откуда у школьника дошлись деньги на создание этих шмоток? Ну да ладно. С костюмами тоже существует примечательная история. Четыре из них были украдены, и студия даже объявила награду в размере 25 тысяч долларов за возвращение этих костюмов. Их нашли только спустя полтора года. Оказалось, что их украл один из бывших охранников студии. А теперь плакали мои денежки. А вот это явно не моя проблема. Самым спорным решением со стороны Рейми была органическая паутина. Конечно, это придумал Кэмерон, и у него это было метафорой полового созревания. Но Рейми и Кэп решили, что идея отличная. Рейми веб-шутеры считал неправдоподобными и очень не хотел заморачиваться с ними. Ну то есть, костюм за сотню тысяч долларов правдоподобно, а веб-шутеры нет. Ладно. По мнению Рейми, решение дать Человеку-пауку органическую паутину не только имело смысл в контексте сюжета, но и позволило фильму уделить больше времени развитию характера Питера. Поскольку сюжету не пришлось отвлекаться на объяснение того, как подросток смог не только изобрести паутинометы, но и создать жидкость для них. Хотя, как мне кажется, создание паутиных гаджетов наоборот раскрывало Питера как весьма одаренного молодого человека. Ну то есть, он был в какой-то степени супергероем и до укуса радиоактивного паука. К тому же, ломающиеся гаджеты могли создать напряжение в боях и заставлять Питера действовать изобретательно. Ну а основной же способностью Паркера было лазить по стенам. Тут это решили за счет неких волосков на коже Паркера, что прикольно, но не слишком объясняло, как это работает в комплекте с перчатками и обувью. Но в любом случае, сцена первого стенолазанья охерительная и культовая, и с этим не поспоришь. Еще у Паркера прибавилось силы, конечно, и мускулов. Полгода тренировок для Тоби Магуайра. Появилось паучье чутье, которое очень клево продемонстрировано в драке с Флэшем Томпсоном. Джо Манганьелло, между прочим. Ну и прикольно, что в сцене, где Питер Паркер ловит на поднос еду Мэри Джейн, не задействованы спецэффекты. Поднос был приклеен к руке Тоби с помощью липкого вещества. Вся еда тоже была смазана чем-то таким, чтобы не отпружинивать от подноса. И Тоби ловил это сам. Реакция актеров была самая настоящая. И понадобилось 156 дублей, чтобы получить идеальный кадр. Вообще, Рэйми прямо настаивал на том, чтобы многое по возможности снималось натурально. Рэйми не хотел, чтобы кино целиком и полностью походило на мультфильм. И поэтому ни один из кадров не был на 100% сгенерирован на компьютере. Sony наняла специалиста по визуальным эффектам Джона Дайкстру. На самом деле легендарную личность, настоящего пионера в развитии компьютерных технологий в кинопроизводстве. Эффектами же занялось подразделение компании Sony Imageworks. И лично мне кажется, что их работа была самой слабой частью этого фильма. Я безмерно уважаю Джона Дайкстру, но эффекты в Человеке-пауке не выдерживают проверки временем. Визуальные эффекты компьютерные уж слишком комично-мультяшные. Кто-то скажет, что надо делать скидку на то, что в каком году это выходило. Но нет, друзья. В том же году вышли Гарри Поттер и Тайная комната, где есть Добби. И Властелин колец две крепости, где есть Голум. Который до сих пор впечатляет и удивляет. Надо вернемся к истории создания Человека-паука. Фильм я люблю, несмотря ни на что. Не поймите неверно. Да и финальные кадры полетов на паутине все же впечатляют. Кстати, забавный факт. Гоблина снимали на голубом хромакее, а паука наоборот на зеленом. И одновременно на фоне хромакея эти двое не могли появляться. За музыку к фильму отвечал американский композитор Дэнни Эльфман. Саундтрек сочетает в себе традиционную оркестровку, этническую перкуссию и электронные элементы. Музыке также суждено было стать культовой. Она стала важной частью атмосферы фильма. Она эффективно передает как моменты напряжения, так и романтические сцены, подчеркивая эмоциональную составляющую сюжета. Тебе не совсем понятно, что ты чувствуешь, но ты понимаешь, каким человеком ты хочешь быть. Рассказывая про актеров, я не упомянул одного из знаковых персонажей фильма, который ну просто неотделим от актера, который его сыграл. Джей Кей Симмонс в роли Джей Джона Джеймисона. Джей Джона Джеймисон главный редактор The Daily Bugle, испытывающий личную неприязнь к Человеку-пауку, считая его угрозой. Он нанимает Питера Паркера в качестве внештатного фотографа из-за того, что Паркер делает удивительно хорошие фотографии паука, а продажи Бьюгл растут благодаря паутиннику. Из самого первого своего появления Джей Джона Джеймисон буквально очаровывает своей харизмой и энергией. Он явно неприятный человек, но то, с каким комизмом его изображает Симмонс, безусловно заслуживает похвалы. Это настолько попадание в десятку, что это кастинговое решение должно войти в топ-5 лучших кастинговых решений «Столетия». Это настолько его роль, что даже в «Пауке» Тома Холланда не обошлось без Симмонса. Джеймисон кажется глупым, напыщенным и циничным проходимцем, но в душе он явно лучше, чем хочет казаться. Мне безумно нравится та сцена, в которой Джеймисон отказывается раскрывать гоблину личность фотографа Человека-паука, что можно считать героичным и даже самоотверженным поступком. Изначально Стэн Ли мог сыграть редактора «Дэйли Бьюгл» Джей Джона Джеймисона. Он и примерял эту роль на себя, пока права были у Менахама. Ведь по сути, по заявлению самого Стэна, Джеймисон является более грубой и утрированной версией его самого. Сценаристы комиксов о «Пауке» позже сообщали, что все как один считали Джеймисона наиболее точной копией Стэна Ли. И когда сочиняли реплики, то в их головах Джеймисон говорил именно голосом Стэна. Ли был уверен, что у него таки получится сыграть эту роль в фильме «Рэйми». Однако режиссер был настроен к этому скептически. Из заявлений Рэйми можно полагать, что он даже не рассматривал Ли на эту роль. Рэйми пригласил Джей Кей Симмонса, так как уже работал с ним в своих предыдущих лентах. Кроме того, Симмонс уже играл с Тоби в картине «Правила виноделов». Стэн Ли впоследствии очень хвалил Джей Кей Симмонса в этом образе и говорил, что он никогда не был бы так же хорош. Тем не менее, камео Стэна Ли в фильме все же есть. Оно очень крохотное. И этому камео на самом деле режиссер был не рад. Цитата. «Меня поставили снимать Человека-паука в 1999 году, и глава Марвел Авиарад сказал мне, надо включить фильм Стэна. На что я ответил, «Нет, я знаю Стэна, и он не умеет играть». Тогда Ави повторил, «Я хочу, чтобы он был в фильме. Мы сделали это в Людях Икс, сделаем и здесь. Только представьте, вы, малоизвестный режиссер, ставите Макбета в Англии, и вам говорят, в постановке должен быть автор пьесы. Звучит абсурдно. Ну хорошо, вы хотите Шекспира в постановке, будет вам Шекспир в постановке». Конец цитаты. Теперь же, по словам Рэйми, это один из его любимейших моментов в фильме. Конечно. Я же из тех людей, которые обожают вообще все камео Стэна Ли. Нельзя обойти стороной и еще один примечательный эпизод. Кирстен Данс в образе Мэри Джейн «Целуют своего героя». Между прочим, премия MTV за лучший поцелуй. Сэм Рэйми сделал подарок всем мальчишкам-тинейджерам тех лет. Мокрое платье в облипку? Ух, сегодня на такие откровенности супергеройские фильмы просто не способны. Да и сама сцена не раз становилась предметом пародии в фильмах для взрослых. Ну ладно, ее просто очень часто пародировали, что лишний раз говорит о ее культовости. А ведь изначально сцена планировалась не такой и не в этом месте, а поцелуй должен был произойти через маску. Однако от первоначального плана пришлось отказаться из-за того, что первоначальный вариант поцелуя на крыше здания на фоне заката, съемки с вертолета, все это грозило стать дорогостоящим логистическим кошмаром. И тогда художник по раскадровке Дак Лефлер выдумал вот это, нарисовав паука вверх ногами. Цитата. «Мне просто понравился силуэт профиль к профилю. Это выглядело круто. Это показалось мне шансом сделать что-то визуально яркое, но относящееся к нашей истории. Это было весьма в духе Человека-паука повистуть вверх ногами». Конец цитаты. Ну а Сэму Рэйми захотелось снять один из самых романтических поцелуев в кино. Он снабдил Кирстен Данн с фотографиями различных кинопоцелуев, чтобы настроить на нужный лад. Это должно было быть мощно и романтично. Для этого была арендована часть студии Warner Bros., которая изображала улицу. Проведены репетиции. И все прошло ужасно. Время было 5 утра. Вода ужасно холодная. Хлечет под сильным напором из разбрызгивателя, так как для оператора Дона Бриджеса был необходим лучший обзор падающих капель. У Магуайра проблемы с неснимаемой маской, которую никак не могли решить костюмеры. Тоби, репетировавший эту сцену без дождя, в сухую, в спортзале, на площадке буквально чуть не захлебнулся, потому что вода заливала ему нос. Цитата Магуайра. «Я судорожно ловил ртом воздух в уголках губ Кирстена. Я скорее прижимался к ней ртом, чем целовал ее». Конец цитаты. И вот так две ночи подряд. Поскольку из-за проблем с маской необходимо было переснять пару моментов. Данс вспоминает и называет это не иначе, как «две ночи замерзания под дождем». Но съемочная группа была довольна результатом, в конце концов. Кирстен была не первой претенденткой на роль Мэри Джейн во франшизе «Человек-паук», естественно. Сначала Кейт Хадсон и Алисия Уитт отказались от предложения, а уже потом Данс получила роль. Режиссер Сэм Рэйми говорил, что решил пригласить Кирстен, как только увидел ее в одной связке с Тоби Магуайром. Они вместе с Тоби специально вылетели в Германию, где тогда снималась Кирстен, чтобы попробовать ее на роль рыжеволосой Мэри Джейн. В какой-то степени сейчас забавно воспринимать тот факт, что Кирстен и Тоби реально потом завели роман. Ну просто сейчас это превращается даже в традицию какую-то. Тоби и Кирстен, Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун, Том Холланд и Зиндея, а еще довольно забавно, что все экранные девушки «Человека-паука» затем были замечены в фильмах о теннисе. Но вернемся к поцелую. В контексте истории сцена поцелуя является катарсисом для Питера Паркера, редкой возможностью признать свою двойную личность и почувствовать себя уязвимым с девушкой, которую он любит. В гораздо большем масштабе это один из самых культовых и романтических поцелуев в истории Голливуда. Уникальная и асимметричная композиция мокрых от дождя переплетенных губ. Никогда ранее такого не было на большом экране. Сэму Рэйми и его команде удалось добиться своего. Вообще даже удивительно по сегодняшнему времени то, что главным сюжетным мотиватором Де Питера использовать свои суперсилы, стало его желание завоевать девушку. Ведь ради чего он поперся на ринг с этим рестлером? Ну, только потому, что хотел впечатлить девушку машиной. Только ради этого. Но только потом появилась каноничная гибель дяди и это плаксивое лицо. Ха-ха, ну это ж мем, ребята! Легендарные гримасы Тоби. Как вообще интернет мог бы существовать без них? Я даже не представляю. Я к чему. Откровенный сексуальный подтекст и яркая влюбленность Питера в Мэри Джейн пронизывают всю трилогию Рэйми. На фоне асексуальности и антиромантичности, по сути, сегодняшней супергероики это ощущается как... Ну, буквально как потерянная свобода. Ну, то есть все знают, какой сексуальной тигрицей способна быть Зиндея. И где вот это все в фильмах с Томом Холландом? А шут его знает. Кстати, о рестлинге, где паук Сапиенс пытался заработать денег. Костюм, что на Паркере, конечно, куда больше напоминает то, на что школьнику хватило бы средств. В этой сцене сразу несколько примечательных моментов. Во-первых, отсылки Рэйми к собственному фильму, где бензопилой отрезают руку. Ну да-да, привет, зловещие мертвецы. Во-вторых, рестлер, с которым сражается Человек-паук, был настоящим рестлером по имени Рэнди Сэвидж. На заре своей карьеры он выступал под прозвищем Паук. Забавно. В-третьих, привет, Брюс Кэмпбеллу. Привет, зловещие мертвецы, опять же. Вот что сказал актер Брюс Кэмпбелл о своих камео. Цитата. «Я люблю всех своих персонажей. Именно я дал Человеку-пауку имя и личность. Я чувствую, что мои персонажи были ответственены за большую часть событий в жизни Человека-паука. Я дал ему имя в первом Человеке-пауке, я был главным антагонистом во второй части, а потом пришел на помощь в третьем фильме». Конец цитаты. Твое имя, детка? Паук Сапиенс. Паук Сапиенс? Ты придумал лишь это? Да. Ох, это не катит. Что касается тети Мэй и дяди Бена, в фильме у Рэйми они получились, ну уж, слишком идиллической парой. Они будто бы явились из какой-нибудь социальной рекламы. Их роли исполнили Клифф Робертсон и Розмари Хэррис. Рэйми, скорее всего, намеренно хотел продемонстрировать, насколько у Питера было все хорошо до гибели Бена Паркера. А тот, видимо, не ценил этого. Вообще, у меня был какой-то период жизни, когда я считал Паука Рэйми, ну уж, слишком наивной сказкой, с этими всеми намеренными приукрашениями. Однако сейчас мое отношение изменилось, так как я понял, зачем все это было сделано. Этот Нью-Йорк, эта романтика, эта простая как палка мораль, эти люди, которые готовы во имя добра защищать Паука, демонстрируя общность и высокоморальные ценности, это, пожалуй, тот мир, в котором мне бы действительно хотелось оказаться. Это просто красивая история, тут даже старики бодры и красивы. Запомни, чем больше силы, тем больше и ответственности. Человек-паук вышел на экраны в конце апреля и начале мая 2002 года. И, естественно, стал дико успешен. Сказать, что Паука ждали на больших экранах, это не сказать ничего. Фильм обновил сразу кучу рекордов. За первый уикенд фильм заработал 41 миллион долларов, что стало новым достижением. Побил рекорд Гарри Поттера, заработав быстрее сумму, превышающую 100 миллионов долларов, и так далее. Всего Человек-паук умудрился заработать более 821 миллиона долларов при бюджете в 140 миллионов. И это в те времена, когда доля Китая не была столь значительна. Кроме того, учитывая то, что в производстве принимали участие лица, которые не могли требовать всяких надбабок и процентов, для Sony этот фильм стал невероятно прибыльным. И зрители, и критики принимали картину восторженно. Паук стал настоящим знаковым событием. И это событие толкнуло жанр супергероики к развитию. До выхода Человека-паука, супергеройские фильмы не всегда пользовались успехом у зрителей и критиков. Однако этот фильм доказал, что такие картины могут быть качественными, захватывающими и эмоциональными. Не в последнюю очередь из-за того, что авторы сумели создать хорошую историю, а не только набор трюков и спецэффектов. Если убрать всю эту Мишу Ру, то на руках останется все еще очень хорошая и крепкая, повторяю, история. Фильм ощущался взрослее, чем Бэтмен и Шумахера, ярче, чем те же Люди Икс, и сильно драматичнее, чем какой-нибудь Супермен. Хотя Рэйми активно вдохновлялся человеком из стали и даже воткнул отсылку на него. Кадр, где Тоби эффектно расстегивает рубашку, под которой прячется костюм. В общем, история Питера Паркера, его внутренние конфликты и личные драмы придают фильму эмоциональную глубину. Этот подход вдохновил другие фильмы о супергероях на более серьезное отношение к своим персонажам и сюжетам. Фильм «Человек-паук» 2002 года оказал огромное влияние на киноиндустрию, в принципе, изменив отношение к фильмам о супергероях и установив новые стандарты качества. Его успех вдохновил на создание множества других супергеройских франшиз, способствовал техническому прогрессу в визуальных эффектах и подчеркнул важность эмоциональной и психологической глубины персонажей. Это стало началом новой эпохи в кинематографе, эпохи франшиз, эпохи супергероики. «Человека-паука» могут играть разные актеры, Питер Паркер может переживать разные приключения, быть снова молодым, быть снова востребованным и даже объединяться с другими Питерами и Паркерами. Но ведь все мы прекрасно знаем, кто здесь настоящий батя. Тоби, мы любим тебя. «Кто я? Я Человек-паук». Ну а на сегодня все. Обожаю эту картину. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и рассмотрите возможность поддержать канал на Бусти. Ну а с вами был Сокол. Увидимся в следующий раз. Пока и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»